Привет! Решил поговорить о трансфере факел Луки Богателли из Ставропольского Динамо. Но он пришел как свободный агент. Прошлая команда была у него Динамо из Ставрополя. Ну, в принципе, позиция, которая для факела требовала усиления, потому что я уже говорил, что фланговый полузащитник, конечно, факел необходим. Потому что если команда будет играть с фланговыми защитниками и фланговыми полузащитниками, то, конечно, нужен такой трансфер. Но вопрос в другом. Насколько Лука Богателли сможет команду усилить именно в этом сезоне? Тут, видите, вопрос довольно-таки спорный. Потому что, если брать его по сложной список, да, он признавался лучшим футболистом Абхазии. Ну, сами понимаете, Абхазия, регион не такой большой, поэтому там, в принципе, не мудрено быть лучшим футболистом региона. А что касается игры во второй лиге за Динамо Ставрополь, то там, по-моему, 18-19 матчей он провел. Один холл забил и три передачи голевые. В принципе, как и поговаривают, что достаточно техничный футболист. Большое подспорье в том заключается, что он может сыграть как правого полузащитника, так и левого. То есть, видимо, двумя ногами он все-таки обладает. Я просто, честно говоря, его не видел. Я ничего о нем не могу говорить. Говорю лишь потому, какие о нем отзывы. Потому что он для меня неведом. Хотя говорят, что Ташуеву он уже давно приглянулся, когда Ташуеву еще возглавлял Ахмат Грозненский. Очень понравился ему этот футболист. Считает, что он имеет определенный талант, который он раскроет или может раскрыть в дальнейшем. Будет ли он играть в факеле в основном составе? Я, например, честно говоря, не уверен. Потому что он, во-первых, не играл не то, что в премьер-лиге, даже в ФНЛ не сыграл ни одного матча. Играл только во второй лиге. Ну и статистика у него достаточно скромная во второй лиге. Все-таки за 18 матчей один гол и три паса. Сложно сказать. Некоторые говорят, что он напоминает немножко по манере Хвичу. Но все-таки с Хвичей, понятное дело, сравнивать несерьезно. Потому что Хвичи в этом возрасте уже себя в РПЛ показывал. Вот теперь посмотрим, как покажет Богателия. Не знаю, мне очень сложно судить об этом трансфере. Возможно, его брали для молодежного состава. И в надежде на то, что он или раскроется сейчас, выстрелит случайно, или на будущее. Но если берете вы его на будущее, то, конечно, наверное, стоит его отдать в аренду. Я считаю, что куда-нибудь там тот же Липецк условно, или какую-либо команду ФНЛ, типа Сокола, который Мотю забрал. Но я все-таки думаю, что он в этом сезоне не сильно поможет факелу в достижении цели. Еще, ребят, как говорится, тут некоторые слухи. Слухи про Яколиша. Да, про нашего флангового защитника правого. Поговаривают, что ему подыскивают новый клуб. Ну, я, в принципе, про Яколиша говорил, когда еще подписывали. Думаю, говорил, что он сбитый летчик. Потому что он играл в чемпионате Румынии. Да, в команде, которая вылетела в итоге, по итогам сезона. Все-таки, сами понимаете, чемпионат Румынии, ну, он не сильнее РПЛ, как минимум. Даже сейчас. И брать футболиста с вылетевшей команды. Да, у него неплохой послужной список был. Он там за ПАЭЛ играл в Еврокубках, да. За ЧФР играл, за СТЯУ. Но это было там несколько лет назад. А учитывая то, что он в 31 год уже играет в команде, которая вылетела в чемпионате Румынии. Наверное, его изначально брать не стоило. Ну, взяли. А теперь, я так думаю, я, в принципе, говорил неделю-две назад. Информации не было, что, скорее всего, будут ему искать новый клуб. Ну, и вроде как, пока что долгов непонятно. Будет в Родине, не будет, тренируется с ними, но что-то Родина его пока не подписывает. Вот такие вот новости. Спасибо за внимание. Пока.